13 сентября. Избирательный участок в музыкальной школе на улице Бичурина, 26. На часах без 5-8. Припозднившиеся избиратели торопливо определяются со своим выбором, хотя их никто не торопит. По закону участок закроется только тогда, когда помещение для голосования покинет последний голосующий. И после того, когда ставят переносные урны для голосования, с которыми представители участковых комиссий обходили тех, кто не смог сам прийти на участок. Подсчет голосов – процедура кропотливая и занимает большую часть ночи. Каждую стопку бюллетеней проверяют и перепроверяют, чтобы не пришлось потом вновь все пересчитывать. Дальше протокол по итогам голосования из этой школы отправят в территориальную комиссию, где ручейки сведений сольются в реку. В итоге все данные окажутся в Центральной избирательной комиссии, откуда мы и узнаем итоги голосования по Татарстану. Выборы прошли в строгом соответствии с федеральным и республиканским законодательством, в спокойной, конструктивной атмосфере, практически без скандалов, разбирательств и жалоб, которые, я считаю, показали высокую культуру участников избирательной кампании, с одной стороны. С другой стороны, показали профессионализм тех сотрудников участковых и территориальных комиссий, которые прошли большую учебу в течение подготовки к этому единому дню голосования. Итак, 84% жителей Татарстана исполнили свой гражданский долг и проголосовали. Это почти на 5% больше явки на прошлогодние парламентские выборы. Второй рекорд – абсолютный, хотя и предсказуемый оглушительный разрыв, с которым победил в президентской гонке Рустам Миниханов. Он набрал 94,5%. Ближайший соперник, коммунист Хафиз Мергалимов, набрал 2,5%. Впрочем, в стане коммунистов сегодня по этому поводу никакого траура нет. Красные признают правоту таких результатов. Более того, говорят о некой консолидации интересов. Лидер регионального отделения КПРФ Хафиз Мергалимов рассказал, что только что вернулся из Казанского Кремля, где Рустам Миниханов собрал всех троих своих соперников по выбору на дружескую беседу. Были даны отдельные распоряжения изучить каждую платформу, каждого кандидата. Я уже говорил, что есть рациональные, которые направлены на благо наших избирателей. Наверное, будут изучать советника, помощники, экономисты, финансисты. Почему? Потому что народ мы не делим по категориям. Впрочем, критика в адрес итогов выборов в Татарстане все же была. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский усомнился в чистоте такого единодушия жителей республики. О, там Татарстан, там что-то не так. Я не думаю, что он против того, что делается в нашей республике. И Геннадий Андреевич Зюганов, и Миронов Сергей Михайлович выступили и сказали, знаете, Татарстан на самом деле преображается. И здесь критика неуместна. Это может быть от обида, от того, что ЛДПР в Татарстане, там в Казанскую Думу прошли 3,5%. Они 5% барьер даже не прошли. Но у нас ЛДПР никогда не проходило, если вы помните. Это устойчивое отношение к этой политической партии. Устойчивое электорат. Никем не нагнетаемое. Мы ни одного слова против представителей ЛДПР или других политических оппонентов договорились на берегу у себя. Мы не будем на критике завоевывать какую-то популярность. Каждый борется со своими программами, а мы еще и добрыми делами и ответственностью за происходящее в республике Татарстан. А вот как проголосовала Казань. За Рустама Миниханова свои голоса отдали 92% избирателей. По единому избирательному округу на выборах в Казгурдуму лидирует Единая Россия. 77% голосов. На втором месте коммунисты за них проголосовали более 11% избирателей. За Справедливую Россию отдали свои голоса 7,5%. ЛДПР набрала 3% голосов. По итогам голосования по 25 одномандатным округам 23 депутатских мандатов Казгурдуму у Единой России. По одному мандату досталось Тимуру Белякову, декабристский округ номер 7, и Рушинея Бельгильдеевой, лидеру регионального отделения партии «Справедливая Россия». Она баллотировалась по Габишевскому округу номер 19. В целом явка по городу составила почти 72%. Это, наверное, единственный случай, когда в моей жизни было приятно было находиться в очереди в избирательной комиссии. По крайней мере, передо мной стоило 11 человек. Все были доброжелательны, разного возраста. И в этой связи хотелось бы отметить, что сама обстановка была доброжелательной. И избиратели были приподняты в настроении, что, безусловно, создавало определенные благоприятные условия. Итак, выборы завершены. Жизнь продолжается. На следующую пятилетку жители республики определили себе рулевых, которые поведут корабль под названием «Татарстан» по бурному морю российской действительности. Кстати, Рустам Мениханов уже в ближайшее время наконец-то избавится от громоздкой приставки, временно исполняющей обязанности президентом. Я думаю, что не позднее этой недели, может быть, пятницу, 18 числа, мы назначим торжественное заседание вступления избранного президента в должность. После этого президент должен будет принять присягу, подписать, передать ее нам.